Число пострадавших от укусов клещей в этом году уменьшилось более чем на 300 случаев. Эти насекомые могут быть переносчиками девяти возбудителей инфекционных заболеваний. Но на территории Беларуси ежегодно регистрируется только два – клещевой энцефалит и лаемборелиоз. Наткнуться на вредителя можно как за чертами города, так и в его пределах. Самый взаимоосмотр – мера, которая поможет избежать нежелательного укуса. К тому же насекомые не сразу впиваются в тело, а ищут наиболее подходящий для них лакомый участок. А значит, неприятного гостя можно извлечь раньше, чем он успеет навредить. Занести клеща можно в помещение на свежесорванных цветах, ветках, верхней одежде и других предметах. Поэтому, если все же неприятной встречи с кровососом избежать не удалось, следует немедлить и обратиться в медучреждение. Исследуют клещи у нас как на лаемборелиоз, так и на зараженность вирусом клещевого энцефалита в лаборатории областного центра гигиены эпидемиологии. Они расположены на площади Свободы 8. Напоминаю, что клеща можно сдать только в будние дни. В субботу и воскресенье клещи на исследование не принимаются. Исследование платное. Встретить клещей чаще всего можно в лесах, внутри и вокруг которых расположены большие дачные массивы, в том числе и популярные среди гостей жителей города Беловежской пущи. Также комфортно себя чувствуют насекомые в парке воинов-интернационалистов и на территории областной больницы. Дача тоже может быть местом обитания клещей, стараясь сделать все для того, чтобы клещи не остались здесь зимовать. В свое время уборка опавшей листвы, растительных остатков, валежника, обязательное проведение традиционных мероприятий борьбы с грызунами перед началом зимы в конце осени. Ну и безусловно, надо помнить о том, что заразиться клещевым энцефалитом, в частности, можно не только через укус клещом, а и употребляя в пищу нетипяченое козье молоко. Стать жертвой маленького насекомого очень просто, поэтому, проводя время на природе, наслаждаясь оставшимся месяцем тепла, следует помнить, что среди всей этой красоты обитают и отнюдь недоброжелательные жители. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!